Ну, как докопаться? Чтобы до чего-то докопаться, нужно начать копать. Нужно начать узнавать. Во-первых, чтобы изначально... Один с чего начать? Самое простое, с чего начать, это начать рисовать своих мам, свою папу и начать рисовать корни. Вот эти вот корни. Это как первый корешок идёт. То есть корни, они же у нас большие, ты не можешь только в одну сторону смотреть. Когда мы смотрим только в одну сторону, мы заходим в тупик. Второе ответвление корешка у нас идёт. Это слова. Откуда, что, куда, что оно означает. Вот эту вот буквицу. Всю начать её заново переосмысливать, что, как и почему. Потом начинать вот это вот разделение. Когда у нас пошло разделение на национальности. Откуда оно вообще пошло? Оно пошло, чтобы что. И когда ты пойдёшь вот в это, у тебя начнутся открываться твои энергетические каналы. У каждого они свои. То есть у каждого есть предрасположенность к определённым энергетическим каналам. Мы не все одинаковые. Мы все дополняем друг друга. Мы можем собраться, как единый пазл. Но если бы мы были все одинаковые, у нас бы ничего не получилось. Мы бы просто были в постоянном каком-нибудь негативе друг на друга. И только за счёт того, что у нас есть предрасположенность к разным энергиям, мы можем дополнять друг друга и превозносить свою энергию в часть другого. Поэтому она у каждого есть своя. Вот. И сегодня как раз мы с вами и хотели поговорить про эти энергетические каналы. Откуда она, чего? Почему она идёт разными цветами? То есть у каждой энергии есть свой цвет. У каждой энергии есть своя пульсация. Но у каждого энергии есть свой цвет. У каждого цвета есть несколько пульсаций. То есть цвет определяется не только цветовой гаммой через глаза. Цвет определяется ещё через пульсацию. Насколько она высока, насколько она глубока, такой получается и цвет. Такая идёт энергия. Они бывают абсолютно разные. То есть одна и та же от цветовая гамма коричневая, есть от светло-коричневого, есть до тёмно-коричневого. Коричневый он постепенно от светло-коричневого может перейти из оранжевой энергии. Это абсолютно другая энергия. То есть вы можете, познав одну энергию, развить в себе ещё другую, следующую энергию, которая идёт из этой энергии. Противоположную энергию развить очень сложно. И в принципе она ни к чему. Это вы пойдёте в сопротивление себя. Поэтому если у кого-то есть какая-то определённая энергия, нужно идти именно к ней. Продолжительная. Мне бы хотелось, чтобы вы пошли в свою энергию и за вот эти вот несколько дней поняли, где у вас есть тот пробел, можете туда заглянуть. Он может определиться, если вы о чём-то куда-то пошли, например, давай вот свою коричневую, в родовые, в род ты пошёл свой, и ты начинаешь думать. И когда ты пошёл туда, если ты чувствуешь где-то непринятие какой-то информации, ты её прям записываешь. Потому что непринятие какой-либо информации, это говорит о том, что ты на сегодняшний день не готов войти в эту дверь. И тебе нужно понять, почему ты не готов. Почему ты не хочешь открыть для себя какой-то аспект. То есть если мы не открываем для себя какую-то дверь, какой-то аспект, это говорит о том, что мы боимся приходить к себе к иному, к себе к новому. То есть именно за этой дверью чаще всего стоит твой переломный какой-то момент. И поэтому мы туда не идём. Поэтому нам всегда проще сказать, что я это не принимаю, это неправда, это ложь, это не моё, ну миллион всего, можно сказать. Но именно поэтому нужно туда идти. Именно поэтому нужно туда пробиваться.